Коллеги, давайте, пожалуй, начинать с нашего заседания. Запаздывающий подоспеет. Итак, я приветствую всех на конференции «Время идей и проблемой темпоральности в индивидуальной истории». Спасибо всем, кто откликнулся на наше обращение, и всем, кто пришел послушать его и поучаствовать в дискуссии. Наша конференция проходит под патонажем двух учреждений на базе Российского государственного гуманитарного университета, Института высшего гуманитарного исследования имени Меретинского и при информационной поддержке Европейской академии. Со стороны РГГУ важную помощь в организации конференции нам оказалась и оказывает Елена Шигарина, простите, и Павел Фричко, который обеспечивает нам компьютерную поддержку. Наконец, последняя была благодарность поощренной неповажности обощренной колонии Светлиговой, которая из скромности отказалась, значит, с организатором конференции. Но, на самом деле, весь замысел проекта с самого начала с ней обсуждался, все маломайские серьезные решения с ней согласовывались, и это была очень важной проверкой всех замыслов, всех решений и их усовершенствования. У нас запланировано было по программе 11 докладов, никто не прислал мне в тюрьме об отказе, надеюсь, они состоятся. К сожалению, один доклад все-таки будет отменен. Это мой собственный. Я в последние недели довольно неприятно разболелся, не в какой связи с ковидом, собственные старые болячки. И это сильно мешало сосредоточиться. Я буквально до последнего момента рассчитывал, что все-таки удастся подготовить хотя бы краткое тензисное сообщение, но это не удалось. Так что у меня образовалась такая академическая задолженность, часть, которую постараюсь ликвидировать позднее на стадии публикации материалов. Она, я подчеркиваю, обязательно состоится. Так что, стало быть, сегодня мы будем слушать не 7 докладов, но только 6. Я уже писал, что у нас довольно достаточно свободный бюджет времени, поэтому мы не стали рекоментировать жесткую длительность докладов и обсуждения. Я рассчитываю, что мы закончим наше первое заседание до 2 часов, потом сделаем перерыв перед вторым заседанием. Так что, уважаемые коллеги-докладчики, вы можете рассчитывать свое время более-менее свободно, и вам, скорее всего, хватит для всех. По-моему, я сказал все, что должен был сказать в своем начале, и поэтому можно приступать к нашему первому заседанию. Тогда я предоставляю слово согласной программе Марии Сергеевне Лёдовой с докладом о малых причинах больших событий. Пожалуйста, Мария Сергеевна. Большое спасибо, Сергей Николаевич. И сейчас, секундочку, я подключу презентацию. Я буду говорить о... Думаю, что достаточно тезисно, поскольку тема сама по себе гигантская и вряд ли может быть как-то членораздельно изложена в пределах только одного доклада. Поэтому я сразу поставлю 2 ограничения. Первое ограничение – это хронологическое. Я буду говорить о тех изменениях, которые происходят в идее, или, вернее, в том, каким образом, в какие идеи облекается вот этот принцип взаимосвязи между малыми причинами и большими событиями во французском историческом мышлении с середины XVII века по середину XVIII века. То есть я беру приблизительно 100 лет, именно те 100 лет, когда в историческом сознании, в представлении о том, что такое история и каким образом она развивается, во Франции происходят серьезные изменения. Понятно, что сама вот эта взаимосвязь между малыми причинами и большими событиями – это одна из таких универсальных причинно-следственных связей, отчасти парадоксальных, которые хорошо нам известны, и как, я не знаю, эффект бабочки, и как, помните, там, я думаю, что враг вступает в город пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Там есть гигантское количество различных способов обработки вот этой идеи, что самое малое становится причиной некоторого очень большого события. Если мы говорим о XVII веке, то, наверное, самое знаменитое выражение вот этой вот идеи, то, что от малого происходит что-то большое и, как правило, трагическое – это, конечно же, мысль Паскаля, которая очень знаменита. Если бы нос Клеопатры был покороче, лик Земли был бы иным. Я не буду комментировать подробно эту мысль, поскольку на эту тему написано большое количество различных текстов и есть разные подходы к этой теме. Есть исторический подход, когда историки пытаются выяснить всё-таки, что там не так было с носом Клеопатры и что имел в виду Паскаль, когда говорил о том, что нос должен быть покороче. Здесь для нас это не очень существенно. Что реже вспоминается, то, что это высказывание о носе Клеопатре чем-то маленьком физически, хотя пускай он, может быть, был больше, чем надо бы, который изменил лик Земли, что этому предшествует довольно большое размышление, которое, конечно, не вполне развернуто, как многие мысли Паскаля, оно как бы так намечает определенный ход мысли. Тому, кто хочет сполна оценить всю меру суетности человеческой, достаточно подумать о причинах и следствиях любви. Причина её – женесаква. Корнель, отсылка к цитате из Корнеля. А следствия её сокрушительны. Это женесаква – такой пустяк, что его и определить нельзя, будоражит всю землю, государей, армии, целый мир. Если бы нос Клеопатры был покороче, лик Земли был бы иным. Что для меня здесь существенно и что мне кажется интересным? Во-первых, то, что речь не идёт о самой любви. Как правило, и мы сейчас это увидим, наиболее распространённое оформление этой идеи от малого, незначительного к чему-то большому – это идея именно любви, любовных приключений. Паскаль не говорит о самой любви. Его интересует причина любви. Вот эта самая женесаква, которая является формулой невыразимости, я специально оставила её здесь по-французски, потому что в русском переводе это переведено как «бог знает что», «сам бог знает что», там неуместен бог, потому что это женесаква, это личное незнание того, что становится причиной чего-то гораздо большим. При этом это большее – это не любовь, а последствия любви. То есть любовь как бы попадает в середину. И вторая вещь, которая для меня будет существенно в этом рассуждении Паскали, это привязка идеи причины и следствия не просто к любви, а к некоторым физическим чертам вот этого вот объекта любви, или, если говорить точнее, вот это вот появление конкретизации вот этой малости. Если в начале цитата речь идет о женесаква, то есть вообще непонятно чем, то потом это непонятно что просто в силу дискурсивности оказывается носом Клеопатры. То, что меня будет интересовать дальше. И так, как я уже сказала, на самом деле вот то, о чем пишет Паскаль, само соединение любви и гибели государства, естественно, эта мысль не является новой. И в XVII веке она чрезвычайно распространена. В своих мемуарах мадам де Матвиль, одна из придворных дам Анны Австрийской, и, может быть, одна из лучших авторов мемуаров в XVII веке, безусловно, очень серьезный моралист в таком классическом смысле. Она как раз пишет примерно об этом, но делая вывод из своих наблюдений за двором, при котором она прожила всю свою жизнь. Дамы обычно становятся первопричиной величайших государственных потрясений. И войны, опустошающие королевство и империи, почти всегда являются следствием их красоты или их злобы. Здесь любопытно то, что мадам де Матвиль не делает дам... то есть как бы она учитывает и пассивную, и активную позицию. То есть вот эти вот несчастья, случающиеся из-за красоты женской, это как бы пассивная позиция, да, а несчастья, случающиеся из-за их злобы, это, конечно же, активная позиция. И здесь, вот если мы это сложим с Паскалем и с еще огромным количеством других цитат, которые можно было бы привести, конечно же, видна сквозь эту, вот это вот оформление 17 века, видна религиозная идея, что вполне нормально и для Паскаля, и для чрезвычайно религиозной госпожи де Матвиль, то, что это, конечно, речь идет о грехопадении, да, то, что малость яблока, да, небольшой, небольшое нарушение запрета, естественно, связанное с женщиной, да, началом мировой драмы. Это, конечно, тут это есть, да, и вот эта вот женская тема, она появляется тут именно из-за этого, но не обязательно вот этой вот малой причиной должна быть женщина или что-то исходящее от женщины. Та же мадам де Матвиль, она дальше пишет. Королевские кабинеты – это подмостки, на которых постоянно разыгрываются пьесы, привлекающие всеобщее внимание. Одни из них просто комедии, другие оборачиваются трагедиями, когда пустяки становятся причиной величайших потрясений. То есть специально я привожу два этих фрагмента из одного текста, причем фрагменты, находящиеся достаточно близко друг от друга, чтобы подчеркнуть, что все-таки эта вот гендерная привязка, она является необязательной, она одно из воплощений идеи малости и чудовищных последствий, которые эта малость, а последствия всегда чудовищные, которые эта малость производят. И вот здесь как раз в этой второй цитате из «Госпожи Матвель» и появляется вот эта идея, что от малого к великому может быть только трагическим. И это, мне кажется, тоже чрезвычайно интересным, потому что когда происходит что-то в этих королевских кабинетах, где разыгрываются пьесы, на которые все смотрят, ну, понятно, события при дворе, которые являются постоянным фокусом внимания для всех окружающих, если из них не происходят трагедии, то они комедии, да, ну, по вполне такому классическому определению того, что такое комедия и трагедия, да, но если они оборачиваются трагедиями, когда пустяки становятся причиной величайших потрясений, да, то есть тут есть взаимообратность, да, пустяк становится причиной величайших потрясений, и это и есть трагедия, в сущности комический исход здесь более, ну, как бы сказать, он под вопросом, хотя он тоже возможен, о чем я чуть позже скажу, итак, что такое, да, малая причина серьезных событий, это то, что очень часто происходит при дворе, это то, что, как правило, связано с женщиной, но не обязательно связано с женщиной, и то, что становится причиной потрясений, войн, падения империй, то есть причин политического характера, и как раз вот о таком политическом применении, размышлении над политическим характером вот этой взаимозависимости, я хочу сказать немножко подробнее, поскольку это менее хорошо известно. Аббаде Санреаль, один из историков и одновременно, так сказать, исторических романистов второй половины XVII века, тот человек, которому мы обязаны романом о Дон Карлосе, то, что потом Шиллер переделает, у него есть ранее, как это часто бывало, юношеская работа, написанная о том, зачем нужна история, вот это применение истории 1677 года, и в этой работе он приводит довольно длительную историю, довольно длительный эпизод, в котором как раз показывает опять-таки совершенно непредсказуемую связь между малым даже не событием, а некоторым малостью, из которого может вырасти мировой конфликт, но здесь история, она как бы несостоявшаяся, я прочту, как хорошо известно по некоторым историческим книгам, в самый разгар лиги турецкий султан, то есть речь идет о борьбе между католической лигой и гугенотами, о борьбе разных религиозных партий, религиозной войны, конец 16 века, еще до того, как Генрих IV взошел на престол. В самый разгар лиги турецкий султан предложил помощь Генриху IV. Политики нашли немало хороших объяснений этому предложению. Одни отнесли его за счет старинного альянса между Францией и Атаманской империей, другие за счет ненависти турок к испанцам, особенно сильной в то время, когда память о сражении при Лепанте была еще свежа, третьи связали его с религией, которую тогда исповедовал король, так как тогда он еще был гугенотом, и тем самым в каком-то смысле врагом папы, также не пользуемся любовью турок. Но, и тут вот первое, вывод, который делает Сен-Реаль. Все это весьма правдоподобно, именно так должен рассуждать по этому поводу здравый смысл. однако посол, принесший эту весть королю, не имел в виду ни один из этих столь вероятных резонов, основываясь на том, чего никто не ожидал. В качестве основного мотива предложения помощи против лиги он сообщил, что, по словам султана, ему противно само название лига. Именно так в точности выразился посланник. И вот эта почти физиологическая эмоциональная реакция на слово едва не становится причиной того, что в войну вмешивается Османская империя. Сен-Реаль продолжает. Самая распространенная ошибка тех, кто читает историю лишь для того, чтобы заполнить память, состоит в том, что они отмечают лишь поступки людей и не задумываются об их мотивах. Если бы таким людям попалось это место истории Генриха IV, они бы сочли объяснение султана недостойной внимания нелепостью. Но чем более нелеп этот резон, тем полезнее его рассмотреть, потому что в нем со всей очевидностью обнаруживается слабость и безумие человеческого разума, которые следует познать в первую очередь. Как мне кажется, этот фрагмент можно использовать в качестве некоторого дополнения или, если хотите, комментария к паскалевской мысли о носе Клеопатры. паскалевской потому что вот это вот сейчас для нас уже даже не очень видимо ощутимое, но судя по всему все-таки заложенное в паскалевском наблюдении про нос Клеопатры и лик мира вот эта вот диспропорция, она могла восприниматься как трагическое, да, вот то, что о чем пишет, писала госпожа Даматвиль, и она одновременно воспринималась не то, чтобы как комическая, да, здесь нет элемента комизма, она воспринимается как абсурдная, и вот этот вот появление вот этой вот самой категории абсурда мне кажется тоже чрезвычайно показательным. То, что вот эта вот малость нелепость могла бы потенциально дать совершенно чудовищные результаты, вот эта вот идея, она занимает мысль людей 17 века, мыслителей 17 века, как мне кажется, может быть даже больше, чем вот это стандартное рассуждение, что там, да, из маленького любовного увлечения рождается значит, войны или там, я не знаю, что-то еще. А вот это вот абсолютное отсутствие, ну, оскорбительное, видимо, отчасти для мысли 17 века, для упорядоченной мысли, диспропорция между тем, что является причиной и что является следствием. И вот эта вот диспропорция между причиной и следствием, она абсурдна, но и это один из таких тоже типичных для второй половины 17 века поворотов мысли, очень существенных для которые обнаруживают довольно существенные перемены в историческом сознании того времени, то, что это абсурдно, а значит это подлинно, да, потому что правдоподобие, да, то, что похоже на правду, как правило правда не является, а является скорее областью человеческого вымысла, потому что мы знаем, как должна выглядеть правда более или менее, да, и когда перед нами есть что-то истинное, ни на что не похожее, то здесь мы как раз оказываемся в области, находящейся за пределами человеческого рассудка, да, вот абсурдно, поэтому верно, и вот эта вот слабость и безумие человеческого разума, которое предлагает познавать аббат десенреаль, как раз вот в этом состоит в обнаруживании вот таких безумных несоответствий, но я, конечно, вот это, да, за этой, за этим тоже стоит религиозная мысль, которой я вернусь в самом конце, да, сейчас хочу продолжить вот эту линию абсурда, и уйти немножко в другую сторону, казалось бы, не очень связанную с историей, а именно вспомнить характеры Лабрюера, тоже одно из очень знаменитых описаний, которые там присутствуют, описание характера, это из главы о моде, Ифи приходит в церковь и видит на ком-то новомодные туфли, смотрит на свои и краснеет от стыда, ему кажется, будто он раздет, он явился к Месси, чтобы показать себя, а вместо этого старается спрятаться, и потом весь остаток дня ноги его не дозволяют ему выйти за порог спальни, это это действительно очень близкий перевод во французском языке там тоже нога как часть как вроде бы нечто малое по отношению ко всему организму она оказывается причиной того, что все тело Ифи остается в спальне, потому что вот эта неправильно одетая нога не дает ему выйти за порог. Мне кажется, что здесь Лабрюер отчасти берет вот эту вот действительно повторюсь еще раз очень хорошо распространенную мысль, что из малого появляются большие трагические последствия и он опрокидывает это на человека. Каким образом это работает не когда мы говорим о чувствах, не когда мы говорим о я не знаю каких-то больших политических событиях, а если мы это из макрокосма перенесем на микрокосм, как это работает на уровне человека. И вот на уровне человека это работает так, что его нога неправильно одета и она отказывается выходить за порог комнаты и поэтому Ифий остается в комнате. Конечно, здесь есть еще дополнительное продолжение следует, которое идет немножко в другую сторону, у него нежные руки, он умощает их благовонным бальзамом, красивые зубы, он часто смеется, складывает губы бантиком и охотно улыбается. Он то и дело поглядывает на свои ноги, смотрится в зеркало вполне доволен своей особой, ему удалось выработать себе звонкий приятный голос и, к счастью, он от природы умеет картавить и изящно склоняет голову, с приятной томностью поводит глазами, ходит плавно и старается выглядеть стройно, он красит щеки, но редко в виде исключения, к тому же он носит штаны и шляпы и не носит серик и жемчужных украшений, поэтому я и не поместил его портрет в главу о женщинах. Все это, ну, понятно, сатирическое описание, но на самом деле это все сатирическое описание, конечно же, с двойным дном, извините, поскольку Ифий или Ифис, если мы посмотрим в оригинал, это, собственно, имя обозначает, отсылает к метаморфозам, она отсылает к истории о Ифис, к истории о девочке, которую мать выдавала за мальчика, чтобы она не была убита, да, и, как вы помните, там, в итоге там происходит перемена пола, когда наконец приходит момент, когда ей надо жениться, да, с чем есть некоторые проблемы. то есть на самом деле речь идет возможно о женщине, да, а не о мужчине, вот, или о мужчине, который женоподобен, ну, в общем, тут на самом деле тут довольно сложная игра с ожиданиями читателя, но вот это вот, как бы сказать, это расчленение человека, да, на отдельные жесты и на отдельные части тел, потому что мы видим, что хотя там у Ильфия нежные руки, красивые зубы, все равно им управляет нога, да, вот нога не дает, он смотрит все время на свои ноги, он, значит, плавно плавно ходит, ну, и так далее, и так далее, да, то есть вот явно в домини он носит штаны, доминирующим в этом вот объединении, каким является Ильфий, является, выступает именно нога, это в принципе опять-таки не столь далеко от носа Клеопатры, да, мы не знаем управлял ли нос Клеопатры, про это ничего не известно, и во всяком случае такого сюжета вроде бы нету, но с другой стороны то, что как бы сказать есть некоторая физическая доминирующая деталь, которая определяет все остальное, и это этот орган или эта часть тела не является мозгом, это не голова, а это что-то вроде бы относительно незначительное, мне кажется, что на самом деле вот это та часть историографического размышления по поводу малых событий и великих дел, которое обычно упускается из виду. И последнее, то, о чем я хотела бы сказать, это собственно переход от XVII века к XVIII, все то, что я говорила до сих пор, это относилось к различным способам концептуализации вот этого от малого к большому, от малого к великому во второй половине XVII века. Сейчас это уже рефлексия середины XVIII века, когда Вольтер в веке Людовика XIV он описывает последние военные кампании, очень неудачные, это военные кампании 11-12 года, в 1711-1712 года, в основном разгромные для французских войск, и он описывает одну из немногих удачных боев, удачных маневров, которые удалось осуществить французской армии, и он пытается анализировать, собственно говоря, что стало причиной вот этой вот удачи, потому что явно не сама армия и не таланты ее маршалов, хотя про них он там говорит как хорошее, так и плохое, но обстоятельства были против них. Причиной стала ошибка принца Евгения, полководца, которому противостояли французские войска, и собственно он пытается понять в чем, что, почему тот допустил ошибку и позволил французской армии одержать небольшую но победу. Меня уверяли, что одна прекрасная итальянка, которую я потом видал в Гаге, была причиной того, что именно это место было выбрано для военного склада, важное, стратегически важное место, но несправедливо думать, что женщина могла иметь малейшее отношение к военным планам принца Евгения. Те, кому известно, что один кюре и советник из Дуэ, которые прогуливались поблизостями, первыми сообразили, как можно атаковать этот склад, не найдут лучшего доказательства тому, что при помощи каких тайных и ненадежных механизмов порой вершатся великие дела сего мира. Чрезвычайно любопытная процедура, потому что поражение это некоторое, ну там, невеликое, но все-таки очень существенное историческое событие, и Вольтер, зная слухи современников, да, это, собственно говоря, он современник этих событий, да, и он прекрасно знал, что тогда говорили, и первая интерпретация, которая появляется, это, естественно, то, что такое большое событие, трагическое, в основе его должна быть женщина, причем женщина не то, чтобы сама виновата, да, но принц Евгений ради свидания с этой дамой, он неправильно расположил свои войска, но для Вольтера это, помимо того, что это, он считает, да, как он пишет, что это недостойно было бы принца Евгения, он не может уже всерьез воспринимать такие объяснения, они стали слишком романными, ну, в любом, да, практически историческом и неисторическом романе может быть такая сцена, да, трагедия, когда из любви к даме правитель совершает ложное движение, совершает что-то неправильно, для Вольтера это уже, ну, не может быть историей, да, это слишком фикционально, но здесь появляется другое объяснение, объяснение, как показал, да, Кристиан Жо, который обратил внимание на это, на этот фрагмент, объяснение не менее анекдотическое, но анекдотическое другого, как бы сказать, в другом смысле, да, потому что, значит, вот этот проигрыш, он случился из-за того, что Кюре и советник из Дуэ, значит, они прогуливались неподалеку от этих укреплений и поняли, как их можно атаковать и сообщили там дворянину, который ну, сеньору ближайшего замка, тот сообщил адъютанту маршала, маршал подумал, решил, что это действительно правильно, там пошла такая цепочка и в итоге действительно так была, мушкетёра атаковали и этот склад был взят, да, то есть вот из-за этого незначительной вот этой вот из-за этой случайной прогулки мимо укрепления принца Евгения произошло ну, не то чтобы очень крупное, но всё-таки тоже значительное историческое событие. и вот это вот доказательство тому, что при помощи тайных и ненадёжных механизмов порой вершатся великие дела мира сего. И здесь мы, конечно, подходим к тому, что является сутью вот этой самой изменения, перемены, которая происходит с вот этим представлением о том, что из малого обязательно, о том, что из малого может, из малых причин могут явиться великие события, главному изменению, которое происходит вот на переволоме 17-18 века. Для практически всех мыслителей 17 века, за некоторыми исключениями, конечно же, вот эти вот малость, которая становится причиной чего-то великого, это имеет провиденциальный характер, то есть это механика, которая не видна человеческому глазу, потому что она не должна быть видна человеческому глазу, потому что это некоторый общий план, божественный план, провиденциальный план, в котором мы находимся, и даже скептики в общем скорее вписываются в эту систему, тогда как для Вольтера очень важно подчеркнуть случайность, для него как раз вот то, что из такой малости может возникнуть что-то существенное, это наоборот доказательство отсутствия плана, это некоторый вот этот самый шанс, это некоторые как бы сказать невычислим, невычисляемые тот элемент неожиданности, из которого и складывается история, что возвращает в каком-то смысле меня к носу Клеопатры и вот этим вот идеей должен ли он был быть сейчас секундочку если бы нос Клеопатры был покороче ли к земле был бы иным вот это вот идея правильной меры да вот нос Клеопатры он собственно говоря мог быть только таким каким он есть да потому что ну как Клеопатра родилась с определенным носом и в в принципе вот эта вот идея что если бы ее нос изменить то и мир изменился да это конечно же для Паскаля идея абсурдная да он это идея невозможности в то время как для Вольтера это абсолютно реально да ну да если бы вот там я не знаю Клеопатра как Кунегунда да потеряла бы свой нос наверное бы все пошло бы иначе и как я старалась показать вот в этих собственно говоря интерес и интерес наблюдать за развитием этой концепции этого принципа он он не столько даже в тех резких изменениях и переменах реинтерпретациях которые происходят с ним на протяжении некоторого времени скажем на протяжении ста лет сколько как мне кажется очень интересно каким образом он формулируется реформулируется и начинает расходиться как бы в смежные сферы как он влияет на мысль вне историографической мысли что он делает что он производит когда он когда этот принцип вынимается из чисто исторического контекста большое спасибо спасибо большое вам Мария Сергеевна по-моему совершенно любопытный материал я уверен что будут разные вопросы я предлагаю спросить словом любыми способами с помощью электронной поднятой руки с помощью визуально поднятой руки и наконец даже голосом если можно кто-то просит я просто хотел воспользоваться правом ведущего и задать первый вопрос если можно когда вы говорили о выражении Женесекуа у Паскаля я стал вспоминать какие я помню другие употребления того же выражения в галантной культуре и эстетике классической эпохи и вспомнил два это выражение изучало во-первых качество учтивого человека отличающего от подражательных учтивых вот примерно то что Кастильоне еще назывался предсатура и во-вторых это качество невыразимого очарования которое присуще лучшим произведениям искусства в отличие от проходных в обоих случаях речь идет о таком несладимом рациональной остатке который не поддается рационализации и в этом смысле конечно абсолютно уместно дальнейшее развитие в сторону понятия абсурд то что Женесекуа это то что нерационализируемо и конечно дальше это опрокидывается в религиозную рефлексию вспоминается Тротулиановской кредо к ее абсурдам и так далее что однако надо иметь ввиду в гене который я только что назвал понятие Женесекуа служит не для каузальных объяснений а для классификационных различений оно не объясняет почему что-то произошло а позволяет таким дискриминантом различающим скажем подлинно учтивых и неподлинно учтивых людей или подлинно прекрасные и не совсем прекрасные произведения то есть она здесь включена не в нарративное построение а чисто логическое чтобы она стала служить уже собственно починенно следствием а стало быть временным конструкциям которые у нас сегодня интересуют прежде всего нужна благо это нужен какой-то исторический переход какая-то артикуляция между этими значениями вы не можете прокомментировать это обстоятельство ну чрезвычайно сейчас пытаюсь сообразить потому что на самом деле про жены такое количество написано всего в том числе и по поводу его существования и в теологических текстах потому что в теологии это же тоже был очень спорный момент вот сейчас боюсь напутать идущий шедший по-моему от испанских мистиков и вот насколько мистический момент Жен-Закуа потом переходит во французскую культуру и не помню мне кажется что в общем иезуиты берут его на вооружение и начинают как раз использовать его в качестве социальной то что то о чем вы говорите в качестве социальной категории определяющей уже не просто наличие благодати поскольку Жен-Закуа связана с благодатью но и наличие грации и сприцатуры вот то что делает Паскаль когда он связывает Жен-Закуа все-таки с вот моментом возникновения любви да и тем самым вводит это в темпоральную в темпоральность мне кажется что он берет это действительно берет это у Корнеля и который для которого Жен-Закуа является ну как бы воплощением всех тех идеализированных качеств да которыми невозможно обладать то есть как бы невозможность обладания перенесенная в драматический сюжет она видимо приобретает темпоральность которая потом переходит к Паскалью но не могу вот так вот сразу прокомментировать единственное что что мне встречалось по поводу Жен-Закуа и то чего о чем меньше вот писали коллеги это то что Жен-Закуа во второй половине 17 века оно начинает осознаваться как негативное качество то есть есть идеаль идеал Жен-Закуа да то есть вот это вот нечто неуловимое что невозможно воплотить и что к чему надо стремиться а есть Жен-Закуа от которого надо избавляться и потому что это является как бы сказать там я не знаю причиной почему там я не знаю кто-то не нравится людям вроде бы человек нормальный а вот есть в нем какой-то Жен-Закуа который отвращает вот от этого Жен-Закуа надо избавиться каким образом тоже непонятно вот очень интересный вопрос с темпоральностью буду думать спасибо спасибо про серии слова Игорь Смирнов потом Михаил Маяк пожалуйста спасибо что я вас сразу перейду мне кажется что эта тема малых причин больших следствий чрезвычайно интересна и релевантна для 17 века в котором господство совмещения несовместимого консиденция оппозиторам и я думаю что можно было бы несколько расширить материал взяв например математику 17 века с ее интересом бесконечно малым величинам которые оказываются эквивалентными бесконечно большим величинам и это расширение материала могло бы пойти и в сторону философской антропологии для которой в Паскале человек представляет собой ну какое-то ничтожество вообще но когда мы вот начинаем уже думать о философской антропологии то сразу же возникает вопрос о том не было ли 17 веке тенденции противоположной Паскалевской она конечно была это разумеется картезианство и вот это этот другой полюс 17 века стоило бы тоже учесть если не рассматривать его в деталях то представить как некий фон для вот этой идеи малых причин больших следствий большие спасибо да безусловно и там из того что меня занимает в этой связи конечно помимо вот увлечения вообще интерес к малому и к не просто незначительному или тайному то о чем я не говорила потому что интерес к малому незначительному это еще интерес к тайному скрытому невидному там и так далее и так далее и здесь конечно очень интересно сопоставить это там с изобретением микроскопа и с тем как это воспринимается и позиционируется и есть вещи которые я абсолютно не говорила потому что там ни в какой доклад бы ничего не влезло то что есть аристотельская традиция которую конечно с которой во многом в диалоге находится все-таки если не сам декартового картезианства и у аристотеля как раз наоборот да из малого не может выйти большое да у больших событий есть большие причины то есть там противоположные и каким образом эти две теории соотносятся в 17 веке вопрос страшно интересный но на который я совершенно не готова сейчас конечно отвечать Михаил Мояцкий пожалуйста у меня маленький вопрос чисто лексически вся эта проблематика эффекта бабочки в целом несопоставимости причины и следствия во французском языке лексикализовано в слове imponderable который очень трудно или вообще непереводимо на русский язык который одновременно означает то что невозможно столь мало что невозможно взвесить как бы ниже разрешающего порога каких-то мыслимых весов и систем то что потенциально чревато какими-то совершенно колоссальными последствиями мне просто интересно в текстах которые вы встречали это слово встречается используется как инструмент выражения этой проблематики нет абсолютно точно нет надо смотреть вообще когда оно появилось нет нет категорически нет очень интересно надо проверить по словарям когда оно возникает нет но вот это вот cause эфе да это вот действительно постоянно повторяется и в общем эта конструкция она познается по наличию очень мало лексически разнообразному упоминание там я не знаю незначительности причины богатель да там или или что-то вроде этого да ну вот совсем совсем малости и великого потрясения которое является следствием то есть причина следствия это всегда оформлено и собственно все мои примеры они вот взяты из этой структуры глянула в словарь ТЛФ 1795 год и далее 1835 1914 так что увы ума и руки Сергей Николаевич сейчас мелочку поднимал руку Александр поедем я просто у тебя фамилия здесь не стоит а вот да тогда пожалуйста спасибо за прекрасный доклад у меня вопрос касается собственно носа Клеопатры насколько я понял это сигнал того что эротическая составляющая она постоянно утверждается как одна из малых причин вот насколько просто я себе представляю уже в новое время поскольку эрот принимался как один из основных инстинктов и соответственно внутренняя цель устремления сильных мира сего тем самым как бы по определению несет свой потенциал глобальных последствий вот нет ли здесь противоречия спасибо спасибо большое ну конечно есть искушение думать в эту сторону но тут возникает сразу целый ряд проблем для 17 века нос да не является эротизированным эротизированной частью лица или тела да поэтому мне кажется что может быть Паскаль именно поэтому и выбирает нос чтобы не говорить там понятно что губы глаза брови уши все эротизируется нос нет вот поэтому это одна вторая там даже ну я если смотреть там на литературные портреты описания красавиц у них может не упоминаться нос может упоминаться но в принципе нос как бы сказать та черта которую на которой внимание не акцентируется да там я не знаю прекрасный цвет лица замечательные зубы 18 век к этому очень серьезно относятся по понятным причинам это одна из самых привлекательных женских черт там хорошие волосы там я не знаю прекрасные брови и нос ну ну как бы это не главное вот если немножко как бы сказать решить вывернуться из этой ситуации можно предположить что нос здесь появляется скорее как мужская черта да Клеопатра властительница и она является там для 17 века как мы знаем там по многочисленным трагедиям написанным на эту тему она является далеко не просто жертвой или объектом соблазна да она сама является сильной женщиной да она властительница вот в мужских портретах нос обычно действительно отмечается если я правильно понял любовная составляющая в принципе не является по умолчанию малой причины может быть нос губы зубы то есть она не не переводится по умолчанию в малые причины то есть вполне может квалифицироваться как большая ну как вам сказать нет для для смотря о чем мы говорим да для Паскаля эротическое влечение или не Домик Коломни или граф Нулин если бы Торквиния повела себя по-другому то ну да естественно это это та же модель да как бы такой альтернативной истории да нереализовавшейся истории это я согласна но я не думаю что здесь для Паскаля важна альтернативная история да ему тут важно показать именно малость и незначительность и собственно малость и незначительность истока любви да вот если бы у Клеопатры нос был другой формы то может быть ее бы и не любили и тогда бы ничего бы это не произошло тогда это любовный фактор это эротический фетиш который является вполне законным механизмом больших событий нет Александр Ильич я вот отказываюсь говорить об эротических фетишах в данный момент мне кажется это немножко из другой оперы вот этого тоже в 17 веке было достаточно но ей богу старик Паскаль не интересовался эротическими фетишами вот ну извините ну что ж коллеги есть вопросы еще Сергей Ильич а можно мне еще вопрос у меня такой мелкий филологический вопрос но о той же фразе Паскаля вот меня интересует выражение лик земли вот есть ли у него какая-то известная история вообще ведь еще эту фразу Паскаля можно рассматривать как своего рода игру слов что если бы лицо Клеопатрии было другим то и лик земли был бы другим вот так но но это так между прочим а вот я не знаю как это по-французски есть ли там по-французски вот некий эквивалент русского слова лик и известно ли вот происхождение этого выражения или к земле я подозреваю что это какой-то библеизм вот нет ли тут вообще во всей этой фразе отсылки к каким-то другим известным текстам ну отсылки к известным текстам скорее всего есть сейчас я смотрю просто на французский да то есть лицо земли тут лицо земли оно действительно есть это не перевод это не перевод не знаю Сергей Дмитриевич не знаю откуда взялось да думаю что скорее всего библейское может быть античное не знаю я почему некоторые так сказать корыстные потому что вот в индийской мусульманской фразеологии есть так сказать выражение по-персидски руэзамин точно означающее лицо земли видимо это коронизм так сказать у мусульман вот это было бы интересно сравнить откуда это в Европе пошло ну я не знаю это действительно надо смотреть потому что понятно что тут это самое это поверхность земли ну как бы сказать да слово это имеет довольно широкое значение мы просто привычно переводим его как лицо да или лиц не случайно по-русски лиц земли это видимо тоже из каких-то взятых может быть даже библейских текстов по-русски псалом 103 псалом 103 вот видите псалом 103 спасибо спасибо большое заодно выяснили еще один источник в Паскале давайте пожалуй мы отпустим с благодарностью нашу первую докладчицу она была первой поэтому ей досталось много вопросов собственно и по делам потому что доклад был хорошим значит следующий доклад коллективный с ним выступает Илона Светликова и трое ее учеников Барбара Кукошкина Павел Юшин и Мария Фисенко доклад называется «Обыственных законов движения небесных тел история астрономии» художников» удалён 日本